Девушки отдыхают Это заявлено серьезное, очень непростая для понимания, не только в пространстве обивателей, людей, которые не специалисты в психологическом плане, и даже независимо от того, интересуются они или нет психологии, но она также сложна и для специалистов. Вообще есть такие понятия в психологии, такие, например, как личность, характер, которые, в общем, можно сказать, плывут, как бы все время наплывают, одно понятие наплывает на другое, один уровень наплывает на другой. Действительно, любой мой коллега, так сказать, меня поддержит, потому что мы все время натыкаемся в своем пространстве на вот эти, так сказать, наплывающие друг на друга понятия. Ну, например, взять такой простой пример. Все наверняка знают, что такое личностный опросник, да, такой стандартизованный, маленький или большой, состоит из личностный опросник. Опросник. Ну, например, вот МНПА, да, есть такой, так сказать, очень известный, очень хороший, большой, там более 300 вопросов, и он называется личностный опросник. Его используют и в клинике, и в принятии человека на работу, но что он показывает, вот что он исследует? Он исследует, он исследует характер. И все те, кто, так сказать, использует этот опросник в практике, я, например, очень часто его делаю своим клиентам, по сути дела, я получаю профиль характера, да, вот черты, особенности, характерологические, свойственные данному человеку. Но при этом это все называется личностный опросник. То есть, ну, например, вот, очень всем рекомендую, тем, кто интересуется этой темой, такую книжку «Психология характера». Она действительно очень хорошая, и тут такой прекрасный, видите, она вся зачитанная до дыр мною, и тут такой прекрасный набор. Юнг, Кречнер, Шелдон, Лиангард, Личко, Ганнушкин, Лоуэн, Фром, Шостром, Бра. Да, то есть, да, единственный человек нашей отечественной психологии, всем вам наверняка неплохо известный, попал в такую вот такую мировую компанию звезд. И вот, вроде бы, все эти люди про характер. Ну, вот, буквально специально сегодня утром теребила Бориса Сергеевича, спрашивала, его звонила, и говорю, вот, все-таки вы мне ответьте, да, вот, здесь классификация по, вот, братусь, да, все-таки ваша классификация про характер или про личность? Он говорит, нет, ну, все-таки про личность. То есть, вроде бы, да, хрестоматия про характер и представлена классификация, как бы, характерологическая, а смысл все равно, так сказать, сводится к личности. И, действительно, трудно, как бы, понять и разобраться. Я попробую сегодня вместе с вами, так сказать, как бы немножко разобраться с этой темой. И почему, мне кажется, это очень важно для людей верующих? Потому что мы, как бы, в своем таком вот пути веры, пути, так сказать, к Богу, религиозному пути, мы, как бы, спотыкаемся все время о характер. И в каком-то плане он очень часто нас, так сказать, опрокидывает, проглатывает, поглощает. И если это действительно происходит, если мы не понимаем, что в нас вообще говорит вот в данный момент, что вот личность или характер, то мы, как бы, путаем инструмент, грубо говоря. Мы, так сказать, используем один уровень, да, проблемы, так сказать, один инструмент, хотя имеем дело совершенно с другим. Сейчас немножко все запутано, вот давайте попробуем запутать еще больше сегодняшнее начало встречи. Вот как вам кажется, вы сегодня пришли, вот, так сказать, вечерний, воскресный вечер потратили, приехали в центром города, сидим, вот рассуждаем, размышляем. Как вам кажется, что вас побудило сюда прийти? Характер или личность? Какие идеи? А? Лить. Проблема характера, личность, еще какие варианты? Любопытство. Любопытство. Ой, замечательно. Любопытство – это характер или личность? Характер. А кто-то еще-то как думает? Любопытство – это что? Характер или личность? Свойство личности. Чувствуете, да, что происходит? Вроде бы каждый прав по-своему, да, так сказать, мы вкладываем в это объяснение какое-то, что-то очень такое для нас понятное и важное. И представьте, что происходит, да, вот плывет, вроде бы, такой простой вопрос, он как бы расплывается и затекает на эти разные уровни. Значит, вот это как бы такой, в общем-то, риторический пока вопрос. Я уверена, что вы потом в конце нашей встречи ответите на него очень четко и, так сказать, для себя очень внятно. А потому что на самом деле привела нас сюда личность, а сопровождал нас сюда характер. Как кто выходил, что-нибудь забыл, понимаете, начал волноваться, так сказать, тревожиться. Вот меня, конечно, сюда привела тоже, как и вас, личность, а сопровождал все время характер, потому что вот я совершенно уверенно рассчитала все по минутам, как настоящий тревожный человек, а тревожность – это черта характера, а не личности. И поняла, что Тверская перекрыта. И я перестала соображать, как мне вообще объехать. И это характер, это не личность. Там потом сообразила, что надо поехать по Большой Никитской, в общем, потом, преодолев свой характер, тревогу, так сказать, такое специфическое мышление в таком тревожном состоянии, так называемой стоп-реакции, то есть тревожный человек ничего не соображает, когда он спотыкается к какой-то проблему. Вот когда я преодолела характер, я, наконец, сообразила, как добраться, и вот, я надеюсь, не сильно заставила вас ждать. А личность нас сюда привела, потому что она про цели и про ценности, то, ради чего мы, так сказать, движемся, идем, любопытствуем, то, что нас как бы ведет и влечет, и то, к чему мы устремлены. Вот, грубо говоря, это личность. Теперь вот давайте, так сказать, вернемся к этим всяким сложностям, а попробуем все-таки в них побыть, пожить, попробуем в них разобраться. Ну, я все-таки подумала, что хоть какой-то короткий экскурс в понятие характер стоит сделать, потому что это действительно очень интересно, как психология шла, двигалась вот в сторону, к познанию того вообще, каков человек, да, так сказать, как его можно уместить в типологии, в классификации, вообще разобраться, понять и так далее. Вот, значит, как бы одна из таких очень красивых, всем совершенно известных классификаций, это классификация темпераментов. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Строго говоря, можно сказать, что это такая грубая классификация характеров, потому что это некие, ну, вот, как бы, некие такие стили поведения, да, стили реакции, энергичные, да, или какой-то вот такой вялый, быстрый, медленный, скорее склонный к веселью или к печали, к такой вот грусти. Но все-таки это, так сказать, можно отнести к классификации темперамента, то есть это некая генетическая предрасположенность, некая врожденная особенность ребенка. Мы можем посмотреть на маленьких детей, совсем маленьких, меньше, чем здесь присутствующих, совсем вот такусеньких, и мы увидим, что, в общем, проявляются вот эти такие признаки темперамента. Да, один ребенок очень быстрый, энергичный, другой такой вялый. Там один, скорее, улыбается, когда видит маму, папу, а другой, скорее, куксится, скорее, плачет быстрее, чем смеется. То есть уже видна вот эта преддиспозиция. А дальше, так сказать, вот возникает что? Возникает влияние среды. Вот эта некая генетическая преддиспозиция, некая заложенность встречается с чем-то внешним. Ну вот, например, такой антихолерический ребенок, сильный, энергичный, темпераментный. А мама у него трусливая, тревожная, все время щупает ему лобик, там проверяет, мокренький он, не мокренький, все время пеленает, что-нибудь все время как-то волнуется вокруг него. И как бы она его так начинает окучивать, да, вот как бы упаковывать его энергию, его силу, его, так сказать, темперамент. Да, и что произойдет с этим ребенком, когда, так сказать, все время будут вокруг него, так сказать, так вот кудахтать, нервничать, тревожиться и так далее. Произойдет какая-то некая трансформация, конечно, вот этой некой энергии, этой силы, и начнутся какие-то изменения. То есть генетически заложены импульсы при диспозиции встретиться со средой. Конфигурации, как вы догадываетесь, можно привести очень много. То есть там могут быть самые разные вот эти варианты встреч. И, соответственно, варианты, вернее, результаты, да, этих встреч. Дальше вот мы можем подойти к неким классификациям все-таки уже характеров. Одна из таких очень известных, ярких и таких эффектных. Это классификация Кречнера и, так сказать, отдельный автор Шелдон, которые пытались провести аналогию между конституциональными такими, так сказать, особенностями, то есть некой конституцией, телесностью, фигурой, так сказать, вот габитусом и характером. Иными словами, чувствами, эмоциями, стилем поведения, реакциями и так далее. Была такая, ну это, так сказать, довольно старый такой подход. Он уже сейчас не очень-то используется, скорее, в большей степени в психиатрии. Так сказать, конечно, любой психиатр мгновенно просканирует своего пациента и скажет, ну вот это пикнический тип, то есть такой пухленький, скорее такой полненький. Эти люди жизнерадостные, спокойные, такие миролюбивые. Или вот такой атлетический, высокий, статный, часто, так сказать, это такой тип шизоидного характера, то есть человек закрытый там, да, то есть определенная специфика фигуры и так далее, и его эмоции, так сказать, его характер. И вот третий тип – это остыник такой худенький, щупленький. Психиатр часто называют, ну это психоостыник, так сказать, с ним все понятно, да, вот он будет и тревожиться, он будет часто, так сказать, как бы впадать в какие-то депрессивные состояния, неуверенный в себе. Они такие тонкокосные, такие щупленькие, чувствительные, нервные. Ну такой вот определенный подход. Ну, самая такая, мне очень, так сказать, такая, для меня очень важная, любимая классификация Ганнушкина, знаменитого психиатра. И он дает прекрасное совершенно описание и классификацию. Он тоже опирается на разные, так сказать, такие известные уже, так сказать, описанные характеры. Я чуть-чуть расскажу о нескольких таких самых ярких, потому что вот как бы это хорошо вообще знать на самом деле. Ну вот есть такое слово, не ругательное, не про болезнь, а именно про характер, называется шизоид. Как-то я помню, пришла ко мне одна мама, такая тревожная. Я говорю, вы знаете, не знаю, что делать, я не могу понять, как быть с ребенком, у меня совершенно никакого нет с ним контакта. Я говорю одно, он делает другое. Я не понимаю, как к нему подступиться, так сказать, простые вещи, ничего не понимает. Я говорю, ну давайте вот с ребенком приходить, все-таки надо же ребенка увидеть. Приходит парень лет семи, там, восьми, и я его прошу нарисовать, значит, какие-то картиночки. И, кстати, картиночки такого типичного шизоида, такое, знаете, механистическая какая-то штука. У него какие-то проводочки, колесики, такой механизм. И вот все такое, как на шарнирах такая вот штучка. Такая, знаете, как бы машинка такая. Типичный шизоидный ребенок. Я говорю, а как вы вообще, вот что вы с ним делаете, как вы с ним вообще разговариваете, в чем дело-то? Нормальный парень, не больной, не клинический, так сказать, совершенно просто. Это шизоид, это шизоид. А она говорит, ну как я, ну простой какой-то пример, ну вот сегодняшний пример с утра. Ну вот как я, ну я говорю ему, слушай, ну давай вот пойдем там, приходи чайку попить. Смотрю, там, пять минут нет, десять минут нет, ну что это такое вообще. Я ему сказала, приходи попить чайку. Я говорю, вы совершенно неправильно его зовете, потому что шизоидный ребенок и шизоидный человек, это человек инструкций. Ему нельзя сказать, пойдем попьем чайку. Он надо сказать, через пять минут я тебя жду там на кухне, ты-ты-ты, ты-ты-ты, вот давай, пожалуйста, приходи вовремя. И он придет. Потому что когда ему говорят, пойдем попьем чайку, это как бы вообще, вот вообще. А ему надо все четко очень сказать. У моей подруги, приятельница, у нее, значит, такой мус шизоидный, такой биолог, доктор наук. И она мне рассказывает свою прелестную историю, такую типичную шизоидную. Я, говорит, жарю картошку и, так сказать, там, пастерушки одновременно, ванна, как обычно, так сказать, наша такая жизнь женская. Я ему говорю, Саш, я в ванной буду, ты там картошку посмотри, пожалуйста, на кухне. Она выходит на кухню, все в дыму, он сидит, значит, в комнате, считает свои формулы. Я же, говорит, просила тебя, Саш, посмотреть картошку. Я посмотрел. Она не сказала ему, переверни картошку, понимаете. Вот если бы она сказала, посмотри, переверни картошку, не дай ей пригореть, вот он все бы сделал правильно. И это, вот, как бы простая вещь, которую вообще мы не знаем, потому что, вот, это такой характер, у него определенный, так сказать, стиль реакции на конфликт, например. Вот такой шизоидный ребенок, вот это обычная проблема этих бедных детей в школе, потому что это вообще, если как бы перевести на русский язык, это индивидуалист, не эгоцентрист, не путайте. Индивидуалист, то есть это человек, который нуждается, испытывает глубочайшую потребность в выражении своей индивидуальности. И эти люди такие, что им есть что выразить, им есть что как бы реализовать. Это люди такие необычные, нестандартные. Они, так сказать, из маленьких таких деталей могут выстроить целую систему, очень высокого уровня обобщения у них мышления. То есть вообще, так сказать, это интересные такие люди, такие орхидеи, необычные цветы. И вот такой ребенок в школе, это всегда, вот такой, знаете, ребенок для битья, потому что он всегда не в ногу. Он всегда куда-то смотрит в окно, о чем-то задумается, замечтается. Причем, надо иметь в виду, что, например, в конфликте такой ребенок уходит в мир мечты и фантазии мгновенно. И вот все его нету. И вот такой ребенок, понимаете, вот он о чем-то задумался, смотрит в окно. И вот учительница, которая не знает ведь, что он шизоидный ребенок. Она говорит, вот Иванов там, ну, правда, у них такие фамилии обычно не бывают, но неважно. Ну, вот Иванов там, ты как всегда. Ну, вот что ж такое-то. И вот он будет на нее смотреть, понимаете, и он тут же уйдет, сбежит как бы внутрь себя, и вот он будет смотреть на нее абсолютно невидящим взором. А ей-то нужно, чтобы он испытывал чувство вины, чтобы он стыдился своего поступка, чтобы он потупил глазки, а желательно вообще заплакал бы из-за того, что вот он провинился. А он абсолютно не так реагирует. Он смотрит на нее, понимаете, невидящим взором, и иногда улыбается. Вот такой блаженной, милой улыбкой, не имеющей никакого отношения к происходящему. Как вы думаете, как реагирует школьная учительница? Она зверевает, как правило. И она, так сказать, начинает его трясти, дожимать, понимаете, так сказать, выбивать из него душу. Потому что ей кажется, что вот он ее игнорирует, не уважает, издевается над ней. И они так прямо говорят, ты надо мной издеваешься? Как ты вообще смеешь так себя вести? А он еще больше, понимаете, улетит и будет улыбаться. И это защитная реакция, это не издевательство. Потому что вот такой ребенок, и, так сказать, подросток, он как бы просто не знает, что ему делать. Он некомпетентен в сфере чувств. Он как бы все время немножко мимо, понимаете. Он как бы проваливается, и он не попадает эмоционально. Он не попадает в контакт. И этим людям довольно трудно в эмоциональном плане, потому что его надо как бы уметь считать, его надо уметь понять. И очень часто это кончается такими невротическими всякими проблемами. Потому что вот когда, так сказать, ты видишь такого человека на приеме, 100% из 100, там были проблемы в школе. И это был период схлопывания. Да, давайте честно скажу, 99, потому что тот самый 1% какой-нибудь ребенок, который учился в мат-школе, там какой-нибудь физмат-школе, вот они там все такие. Они все, так сказать, одинаковые, они понимают друг друга с полуслова, и все вот прекрасно, совершенно. Но это очень маленький процент. Как правило, эти дети, вот так сказать, попадают в средней школы, или даже какие-нибудь спецшколы, как-нибудь английские, немецкие. Но, строго говоря, это все равно гуманитарное некое направление. А эти дети, так сказать, они вот это либо как компьютерщики, либо математики, физики. То есть такие, ну как бы, вот наука, уход в какую-то, так сказать, вот глубину и теорию, грубо говоря. И вот такой характер, понимаете, так сказать, специфический очень, такой своеобразный. Но надо сказать, что этих людей одна десятая, как и любых других. То есть плюс-минус там 10 типов характеров и вот этих людей ровно столько же, сколько и всех остальных. Но если мы... Короче говоря, если... Если... Ну вот тоже своеобразный характер. Да, 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 об этом поговорим немножко попозже обязательно. Как бывает, что такое психопатия, как это все непросто в жизни, кому как повезет. Вот, да, так лучше, лучше. Просто вы регулируйте, потому что я-то себя не слышу со стороны. Значит, вот что надо понимать, когда мы имеем дело с таким шизоидным характером. Как правило, это люди, которым очень трудно режимно работать, очень трудно работать в таком жестком коллективе, так сказать, вот все время, так сказать, отвечать на запросы социального окружения. И если таким детям, например, родители, как бы их подталкивают к выбору профессий, требующих вот этих условий, они пропали. Потому что они будут все время себя чувствовать не на месте. У них будет падать самооценка, у них будет расти неуверенность в себе. И, в общем, они улетят в невроз. Это, в общем, большая вероятность. Это люди науки, компьютерные, так сказать, вот всяких технологий, всяких разных филологических, там, культурологических исследований. То есть, как бы, работы, которые позволяют, ну, в каком-то плане иметь некую, так сказать, долю свободы все-таки. Причем эти люди, как правило, довольно ответственны, потому что они увлечены своим делом, они действительно достаточно хорошо погружаются. И когда находят себя, они не ленивы. Но там вот эта ведущая идея выразить себя, найти свое место и выразить себя. Ну, я просто знаю, что наш друг прекрасный Алексей Васильевич Лозов, он об этом всегда сам прямо говорит. Я говорю, такой вот шизоид и смеется над этим. Он, ну, вот, он прекрасен для примеров просто, вот, для таких чудесных образных примеров. Он, ну, в общем-то, вот у нас на вкультите, он нашел, в общем, свою нишу, понимаете. Он, как бы, нашел свое пространство, среду. И он невероятно расцвел. Ну, мало того, что, так сказать, что вот он прекрасный совершенно психолог, методолог, занимается философией и психологией. При этом человек, который выучил датский, чтобы перевести к Йорке Гора, которого он очень любит. При этом он выучил древнегреческий, потому что на нем говорили философы. И вот он, значит, ведет у нас на вкультете в РПУ кружок древнегреческого языка. И при этом, вот, мне студенты рассказывали, значит, вот так, говорит, Алексей Васильевич ведет у нас лекцию. И вдруг он так плавно переходит, пишет, пишет, плавно переходит на древнегреческий язык. Он пишет по-древнегречески. И ему, значит, студенты говорят, Алексей Васильевич, мы ничего не понимаем. Он поворачивается так на них удивленно. А вы что, говорит, не знаете древнегреческого языка, так, разводя руками? В чем дело? И вот это такая совершенно удивительная такая красота этих людей. И если начинаешь ее видеть, не раздражаться, потому что с ними нельзя договариваться, понимаете, абсолютно. Потому что они забудут, о чем-то над задумываются, провалятся. И все. И вы, так сказать, будете полтора часа стоять, его ждать. И он придет искренне, переживая за вас. Очень чувствуя себя виноватым. Но это будет повторяться всегда. Когда-то Борис Сергеевич мне рассказывал свою историю. У него таких две прекрасных истории. Он тоже такой, в большой степени, шизоидный человек. Он принимал экзамен, будучи еще таким молодым кандидатом наук. И его замечательный учитель Блюма Вульфова-Назегарник подошла к нему, молодому брату, обняла его за плечи. И он еще сказал, Боречка, а вы умеете принимать роды? Нет, Блюма Вульфовна, я не умею. Тогда ставьте четыре и отпускайте девушку с миром. Он не заметил, что она была просто вот на девятом месяце беременности. А вторая чудесная история, когда он писал там одну книжку, отдал ее редактору, и она ждала там от него каких-то правок. Ждала, 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 ждала. Звонила, звонила, а он, так сказать, куда-то погрузился в очередные свои научные изыскания и как бы вот не брал трубку. И вот она наконец-то попала на него и сказала, Борис Сергеевич, это вы? Сказал, да, там, ну, там, там, Борис Степан. Ну, знаете, лучше бы вы умерли. То есть человек доведен был до ручки, понимаете, вот там, два-три недели, когда она его пыталась поймать, а он не ловился. Это вот такие люди, и на них бессмысленно обижаться. И надо учиться видеть эту красоту, вот такой специфической особенности. Потому что это люди тонко чувствующие, очень глубоко проникающие. Видящие мир таким удивительным образом, которым другие его не видят. И они способны это как бы показать таким, как бы, необыкновенным способом. Вообще, так сказать, шизоидов я очень люблю, потому что действительно красивый такой характер. Есть другой характер, тоже, в общем, по-своему красивый, но далеко не простой. Истероиды. Истероидный тип. От слова истерия. Истероид. Не истерик, это такой, как бы, обывательский термин, а именно истероид. То есть он нормальный человек, просто у него истероидный характер. Ну, практически все актеры, да, все такие публичные люди, которые любят сцену, да, любят быть на виду, любят быть, так сказать, вот в круге внимания, да, балагуры. Такие вот, в компаниях всегда первые, всегда с гитарой, или, так сказать, всегда тосты в их руках. Вот такие вот артистические, привлекающие, обаятельные, словоохотливые, очень харизматичные. Вот это истероидный тип. Чем, так сказать, в чем тут такая, очень такая сложная вещь? Ганнушкин очень точно говорит об этих людях. Им очень важно, как бы, казаться больше, чем они есть. То есть люди, которые все время себя раздувают и, как бы, раскручивают. То есть им невероятно важно внимание людей. И они, как бы, без этого внимания отсутствуют. То есть они, как будто бы, их нет у себя. Поэтому вот это внимание, это, как бы, отражение им, их самих. И это сложность, потому что известно, что вообще, если характер такой вот истероидный, очень важно, чтобы человек себя как-то все-таки выразил. Потому что иначе он становится деспотом в семье. Потому что, строго говоря, истероидному типу важно не, чтобы ему рукоплескали, а важно, чтобы на него реагировали. Поэтому если на него будут, например, реагировать плачем, или злостью, или еще чем-нибудь негативным, его это тоже устроит. То есть он, как, понимаете, вот такой вот немножко вампир, он все время требует реакции. И вот, например, женщины такого типа, они, если, так сказать, не могут, у них нет, так сказать, как бы ситуаций, в которой они себя как бы выразили, да, вот проявили, то они начинают разными способами завоевывать внимание. Например, болеть. Причем как-то так вот красиво болеть, понимаете, умирать. Вот все у них там драматично. Такая немножко сцена у них получается. И семья вокруг этого, так сказать, адра, понимаете, носится, звонит, не спит ночами. Как мне рассказала, так сказать, ну, вернее, муж рассказал прям про свою жену, когда он понял, что у нее такая истерическая, так сказать, она, истерический характер. Говорит, тогда я понимаю, что с ней было как-то. Она вдруг слегла и перестала подниматься. И ничего врачи не находили. Вообще ничего. Она сказала трагично. Я поняла. У меня неизлечимое аутоиммунное заболевание. Такое великолепное словосочетание, под которое вообще можно все что угодно спрятать. Все, я поняла. Мне, в общем, недолго осталось. И вдруг она сказала, я хочу, чтобы вы меня внесли там в храм. Ну, там у них, так сказать, там в храм, куда она ходила. Тоже это вообще отдельная тема. Я чуть-чуть попозже об этом скажу. Характер и вера. Ну, вот вам маленькие зарисовки. Значит, ее триумфально внесли на двери. Не на носилке, как вы понимаете. Не в инвалидной коляске. Ну, потому что это некрасиво и неэффектно. А сняли дверь с петель, понимаете. Положили эту женщину на дверь. Внесли на двери и в храм поставили. Батюшка прочитала над ней молитвы, она выздоровела. Она встала тут же с двери, ушла с ее ногами. Вот эта типичная такая истеричность. Вот такая уже почти, уже такая немножко психопатическая. То есть там, как бы, все время драматизм. И такой драматизм сценический, да, вот такой театральный. У меня такая была чудная девушка, молодая и абсолютно классическая, истерическая такая девушка. Совершенно замучила всех своих близких. Она все время болела. То у нее одно болело, то другое болело. То она умирала от этого, то умирала от того. Маленькая дочь, с которой все время кто-то должен был быть. Потому что мать все время, понимаете, она все время при смерти. Она все время теряет сознание. Я ей, умненькая девочка, университет закончила. Я говорю, слушайте, ну вот давайте вот ММПИ вот мы вам сделаем. И видите, какая у вас шкала вот по истеричности, да, истероидность высоченная. И как-то вот мы стали с этим работать, разбираться с этим. И она вот тут как раз, то, о чем потом попозже скажу, начала работать личность. И она стала подниматься над характером. Мы стали с ней обсуждать ее истероидный вот этот вот, как говорится, в профессиональном плане радикал, да, вот этот вот подъем. И она стала описывать, как это проявляется в отношениях, так сказать, то-сего. Стала рефлексировать его, как бы видеть, отслеживать. Как бы она отстроилась от этой своей истероидной черты. И мы с ней договорились, что вообще ей нужна какая-то вот форма выражения. Она артистическая натура, творческая. И ее истероидность вообще всех до добра не доведет, пока ее в русло какое-то адекватное не встроить. И она мне вот тут прислала недавно приглашение на творческий вечер. Она сделала какой-то совершенно замечательный такой театральный творческий вечер, где она читает стихи, там у нее какая-то музыкально-поэтическая такая вот история, посвященная определенному там периоду в поэзии. И вот пригласила людей, то есть, вот, вот. И она написала, вот, спасибо, приходите. Я вот реализовала свою истероидную черту. Нашла ей такое приличное применение. И это действительно так, невозможно в каком-то плане полностью преодолеть эти вещи в себе, потому что они так или иначе нас догоняют. И нам нужно понять, в какое адекватное русло и эти свойства характера встроить и, так сказать, дать им какую-то, ну, нормальную реализацию, адекватную, осмысленную, не вредную, не, так сказать, хозяину, не окружающим средствам, не окружающим людям. Если этого не происходит, то, конечно, с истероидным характером очень трудно, потому что в нем, в самом, вот, в этом, так сказать, типе, в чистом типе очень много эгоцентризма и холода. Вот когда мы говорим такую фразу «руковая женщина», да, вот, что мы подразумеваем? Холод, блистательность, привлекательность и эмоциональную, как бы, закрытость. То есть это женщины, которые не строят отношения. Они только, так сказать, как бы идут, вот, побеждают, идут дальше, побеждают, идут дальше. Такая ненасытность. И если, так сказать, внимательно читать об этом характере, то можно найти очень интересное место такое. Вот этому истероидному типу свойственна так называемая амбивалентность, то есть одновременно стремление слиться с другим человеком, то есть, как бы, обладателем. И, с другой стороны, страх растворится, то есть страх сближения. То есть эти женщины ведут себя, ну, я как раз, к сожалению, ко всем говорю, женщины, потому что, как правило, все-таки женский тип. Бывают такие мужчины, но все-таки это немножко реже, так сказать, точнее, существенно реже. Что делает эта, так сказать, такая вот истерическая, там, например, жена, да, или девушка? Ей не хватает эмоций. Она начинает вот, как бы, провоцировать на реакцию мужчину. Провоцирует, провоцирует, провоцирует. И он, наконец, начинает взрываться, потому что она его достала. Он реагирует так сильно, как ей нужно. Она боится, отступает и говорит, почему ты на меня кричишь, почему ты на меня обижаешься, почему ты так со мной себя ведешь. И известно, что вот такую женщину может выдержать только шизоидные мужчины. Как раз вот первый тип абсолютно такой склонной к аутистичности. То есть в каком-то плане даже ему нравится такой тип яркий, экспрессивный, не соскучишься. Потому что там всегда, так сказать, такое эмоциональное некое, бывает, выхолощенность. И такая немножко дымка такая в смысле чувства, не яркость жизни. А тут вот такая истерическая женщина, которая все время устраивает такой регулярный перформанс, понимаете, эмоциональный. И вот действительно эти мужчины, они выдерживают, вот только они и выдерживают вот такую вот женщину долго. Потому что остальные просто не выдерживают. И, конечно, отдельная тема – дети таких мам. Это, как правило, дети, которые обслуживают эту эмоциональность. То есть они вовлечены в эти бессознательные манипуляции, игры, постоянные игры. И это очень трудно для детей, потому что, как правило, это уходит в невроз и в такие серьезные психологические проблемы, созависимости. Вот я это в книжке описываю, в «Испытании детства». Помните, вот это такая прекрасная у Сомерсета Моэма рассказ, такая женщина, которая пережила трех мужей, так сказать, и которые, в общем, все благополучно умерли, охраняя ее здоровье и благополучие. И она захватывает дочь единственную, так сказать, в сети, как бы дочка служит ей. И как только девочка пытается выйти замуж, она говорит, ну хорошо, вот ты меня покидаешь, но я умру. Тогда я умру. И таки она умирает. И Ганнушкин об этом пишет, что истерический тип, он действительно может совершить какой-то такой сильный поступок, вплоть до героического, не обязательно суицид, но эффектный. Он никогда этого не будет делать, как бы, вот для самого себя, и никогда не будет связано с ним. Это будет всегда вот на глазах у всех, да, или на глазах определенной публики. То есть это очень такой мучительный тип характера для самого человека, потому что у этих людей нет глубоких, постоянных эмоциональных связей. А при этом они в них нуждаются. Они с одной стороны нуждаются, а с другой стороны делают все, чтобы разрушить и оттолкнуть людей, которые их любят и которые к ним устремлены душой и сердцем. Отличается от демонстративного? Нет, это практически синоним, можно сказать. Демонстративный тип – это истероидный тип, это синонимы. Просто в разных классификациях они вот называются по-разному, так же, как я сказала, шизоидный или индивидуалистический, да. Да, так сказать, вот демонстративный или истероидный, так, демонстрирующий себя. А третий такой тип, так сказать, довольно интересный, такой тревожно-мнительный. Ну вот такой, понимаете, мы часто видим людей, которые боятся позвонить кому-то, да, боятся быть обременительными, они все время извиняются, они постоянно все время тревожатся, так сказать, они как бы все время опережают неприятности, да, они как бы уже ждут неприятности, да. Да, там, ребенка полчаса еще нет дома, она уже там его похоронила, она уже обзвонила все морги, больницы, так сказать, все, все пропал, пропал. Ну, такой, как бы крайний, конечно, формат, но часто это, так сказать, в рамках нормы, это постоянные звонки, ты где, а когда ты придешь, а так поздно, а может быть, вот, извини, пожалуйста, я тебе надоело, но все-таки, вот, а скоро ли, да, уже так вот как-то холодно, а ты ушел без шапки, там, вот, и без шарфа, и вообще в тонкой курточке, посмотри, так холодает резко, может быть, тебе подвезти, такое тоже бывает, да, вот это вот такая гиперопека, забота, вот такое волнение. Я помню такой случай, у меня дивная моя тетушка, удивительной такой глубины, так сказать, чуткости человек, она была чрезвычайно тревожной женщиной, и я помню, как-то я была, ну, там, сын был совсем еще маленький, я как раз училась, вот было второе высшее образование, я ехала из университета, в метро, тогда не было, нет, говорили, уже были мобильные телефоны, нет, они были, но очень была плохая связь, в метро она совершенно не ловилась никак, и вот я только спускаюсь на охотном ряду в метро, звонок на мобильный, и я вижу, что это звать моя тетушка, царство небесное, а, говорю, да, тетя Ферочка, Наташа, катастрофа! И связь обрывается. Охотный ряд, а мне ехать на Щукинскую, я уже на этой Щукинской, у меня уже все, я уже, так сказать, после слова «катастрофа» было несколько всяких сценариев развития сюжета. Я на просто трясущихся полусогнутых ногах выхожу наверх, естественно, смотрю только на телефоны, на сеть, как только сеть наполняется, я звоню тут же ей на мобильный, говорю, что случилось? Дверь заклинила. Вот это соотношение в тревожном таком вот пространстве, понимаете, реальности переживания. Ну, дверь заклинила, это уж точно не катастрофа. Но вот тревожность – это некая черта характера, которая, по сути дела, заставляет хозяина волноваться вообще. И этот хозяин, человек, которому повезло, и он заполучил эту тревожность, он, в общем-то, подсознательно ищет повод, который бы объяснил его тревогу. Так называемая предмеченная тревога, да, и вот он волнуется, волнуется, говорит, вот поэтому, а вот поэтому, а вот еще и поэтому. Ну, конечно, я не случайно, я же чувствовала, я же предчувствовала, сердце, понимаете, вот трепыхалось с утра, вот поэтому, пожалуйста, конечно. Теперь все понятно. И это, конечно, не про реальность, а это, конечно, про внутреннее некое состояние, да, такую как бы предрасположенность к волнению. Я, этот, так сказать, случай тоже у меня просто потряс, он был и смешной, и грустный. Я вот уже писала в книжке, когда вот в самолете, значит, сидишь-сижу, сидим спокойно, вот, отправляемся в теплые края на море, и сзади женский голос. Как ты себя чувствуешь? Так что ты какой-то бледный? Пауза, молчание. Тебе неплохо? Молчание. Может быть, тебе конфетку дать? И вот так вот, я не выдерживаю, в какой-то момент я поворачиваюсь, и вижу рядом мальчишку лет 4-5, который абсолютно мирно смотрит в окно, розовые щечки, улыбка на лице. Ему явно неплохо, он явно не бледный, и ему явно еще не нужна никакая конфета. Но мама, она тревожная, и совершенно очевидно, что был какой-то случай, когда он ребенку, в общем, поплохело, наверное, в поезде или там в самолете, и она это запомнила. И она туда как бы строила свою тревогу, и она теперь внимательно ждет, что же все-таки будет с ним, с этим бедным ребенком. И я вас уверяю, она его заразит этой тревогой, потому что тревога – заразная вещь. Вот я это точно знаю по опыту, потому что когда я вижу, так сказать, у клиента на вот этом тесте высокая тревога, я всегда спрашиваю, прежде чем думать о том, что это его тревога, кто у вас в семье из родителей был тревожным человеком. И очень часто человек говорит, мама там или папа, вот, как правило, мама или бабушка, такая вот гиперопекающая, тревожная, переживательная такая, очень волнительная, беспокойная. И вот это вот, надень шапку, а почему такая тонкая, а почему ты надел шарфик, а перчатки, а зачем ты эти, а давай те. И вот это вот постоянно, вот, такое вот вибрирование, вибрирование, напряжение. И это, так сказать, толкает, естественно, и в поиск всяких болезней, и в поиск неприятностей, не только человека, так сказать, тревожного, но и окружающих людей, особенно детей. Но эти же люди обладают удивительной такой чувствительностью по отношению к другим. Эти люди действительно очень заботливы. И не просто демонстративно заботливы, да, как бы для, так сказать, такой картинки, а искренне они будут помогать, они приедут, будут держать вас за руку, когда вам плохо, когда вы болеете, привезут вам бульон, лекарства. То есть они действительно деятельны в помощи. И, ну, так сказать, строго говоря, просто я очень боюсь, так сказать, увлечься, потому что это очень интересная тема, как бы уйти в описание разных-разных типов характера. Я просто хочу сказать, что в каждом характере есть свои минусы и свои плюсы. Да, так сказать, астероидный человек, например, не только вот такой, вот, знаете, вот манипулятор, вампир, там, и так далее. Он невероятно заводит людей, да, вот он такой идеальный второй в команде. Он очень такой, вот, понимаете, как бы он считывает ситуации, он чувствует настроение людей, которые окружают его. И он очень хорош в каких-то ситуациях, когда его вот эти вот плюсы адекватно используются. Также, если говорить о шизоидах, я уже сказала, что это люди очень высокого уровня ментальности, обобщения, так сказать, склонные такой к философской позиции, к философскому взгляду. То есть это такие мудрецы. И вот тревожные люди, это люди по помощи, да, это люди переживающие за других. Кстати, очень часто тревожные люди приходят в церковь и вот как раз помогают очень много и удивительным образом, так сказать, включаются в жизнь прихода. Это надо просто понимать и знать. Ну, только вот прям вот коротко-коротко скажу, вот есть еще такой тип, так называемый ригидный или эпилептоидный. Это такие, знаете, бульдозеры, вот такие трактора, вот энергичные такие, понимаете, стыничные. Вот они, так сказать, наезжают на вас, понимаете, вот они дожмут, дожмут, они 20 раз объяснят, чтобы вы уж точно поняли. Вы уже все поняли, но они вам еще раз объяснят и максимально подробно. Как бы вот они так накатываются на вас, да. При этом это люди очень хорошего, практического, например, интеллекта, да, они инженеры, бизнесмены, спортсмены, потому что они... Течер. Да, 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 вот они такие упертые, они ставят цель, и они ее достигают, и ничего им не помешает, они упрямо, вот понимаете, будут очень усердно, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, которые, так сказать, их как бы пытаются, так сказать, переключить и так далее, и так далее. Вот они прут и допрут. И, ну, если, например, вот такой ребенок, да, есть, и вот он, как бы, понимаете, вот его не переубедил, что они упрямые, они настырные, они зануды. И если, например, на такого ребенка давить, то мы получим абсолютно обратную симметричную реакцию, потому что у этого, так сказать, характера ответ на конфликт по внешне обвиняющему типу, он просто по-другому не может. Он отвечает жестко, симметрично и часто грубо. Поэтому давить на такого человека или на такого ребенка нельзя, потому что будет просто конфликт, это вот шибко лоб в лоб. Поэтому это просто неадекватное, так сказать, поведение в отношении к такому, в отношении к такому человеку. А при этом, вот я уже сказала, что это, так сказать, быстрое схватывание такого практического, такого свойства. Они прекрасные организаторы. Если нужно, например, вот организовать что-нибудь, какого-нибудь кормления, там, что-нибудь еще, вот это, вот этот тип. Он всех поставит на свои места, все точно рассчитает, почему бизнесмены. Потому что они очень хорошо организуют бизнес или любое дело. И они, так сказать, как бы доделают, они вас таки дожмут, и вы сделаете как надо. И потом останетесь довольны, потому что все получится. Но если, например, предложить такому человеку пойти и успокоить кого-то, ничего не выйдет, потому что успокаивать должен тревожный. Он сядет, возьмет за ручку, понимаете, обнимет. Вы ему поплачете, он поплачет вместе с вами. А как бы вот вас, а вот как это с собой, вот. А ригидный, он скажет, ну и что ты тут развесил с нюней? Соберись, давай быстренько, вот давай. Вот то-то, то-то надо делать, делать надо. Нечего тут эмоции, так сказать, рассусоливать. То есть, и, условно говоря, если, так сказать, расстроится такой же стыничный, ригидный человек, то, может быть, это ему поможет. А если какой-нибудь тревожный или какой-нибудь шизой, то это ему не поможет, и ему нужен будет совершенно другой подход. То есть, вот это знание характеров, оно невероятно важно, потому что оно делает наше поведение более адекватным в отношениях с другими людьми и самими собой. И в этом плане всем советую читать Ганнушкина, такая сложная работа, она называется таким, как бы немножко клиническим образом, «Психопатии, двоеточие, статика, динамика, систематика». Я сейчас объясню, о чем идет речь, но там блистательное описание характеров, разных типов характеров. Более такой легкий вариант повторить название. «Психопатии, двоеточие, статика, динамика, систематика». Ганнушкин, двое. Более такой светский лайт-вариант – это Марк Бурно, это замечательный наш отечественный психиатр. Книжка называется «О характерах людей». У нее же какое-то издание, вот она прекрасно совершенно переиздается и читается, очень помогает разобраться с этими типами. Почему я сказала, что я объяснила слово «психопатии», о чем идет речь? Речь идет о гипертрофированном характере. То есть, вот некие такие описания, это некая норма, когда человек, в общем, как-то достаточно, ну, как-то более или менее может совладать своим характером. Может быть, даже не создательно, но достаточно адекватно. А бывают ситуации, когда человек не может совладать своим характером, его как бы заносят на поворотах. Да, если, так сказать, вот эта вот дама на двери – это психопатическая, истерическая дама. Это не норма. Какой-нибудь, понимаете, аутистический шизоид, который совершенно никого не видит вокруг, и вот он весь там – это, конечно, пограничный психопатический тип шизоидного характера. И в этом плане психопатическая вот эта вот проблема – это проблема гипертрофированного характера. И психопатия, так сказать, так и трактуется и объясняется, как врожденная патология характера. То есть это, ну, как Ганнушкин говорил, это не качественный, а количественный критерий. То есть этого характера много. И он как бы перекрывает все. И это очень страшно, потому что проблема в том, что это почти невозможно как бы лечить. Да, вот не помогают таблетки. Психиатры не любят очень работать с психопатами, потому что фармакологии тут не действуют. Страдают страшные люди, окружающие вот этих людей, потому что они не понимают, что происходит. Они пытаются достучаться до этих людей, так сказать, как бы донести им, что вообще трудно, да, трудно с ними иметь дело. А психопаты никогда не слышат. Потому что психопат – это вот такой сгусток характерологический, это вот такой эгоцентрический характер, да, это как бы вот я и все остальное. И, как правило, так сказать, тут есть некоторые критерии. Это люди, у которых очень большие проблемы вообще с коммуникацией, поэтому они, как правило, теряют работу, они меняют каждые там 2-3 года. И, как правило, они говорят одно и то же. Ну, опять, начальник – идиот, вообще вокруг все идиоты. У них всегда проблемы вокруг, у них нет никогда проблем внутри. И это вот такой вот тяжелый критерий психопатической патологии, потому что до него не достучаться. И в этом плане очень трудна психотерапия, потому что, ну, как бы у него запрос такой – поменяйте мир. Он не понимает, что надо менять себя. Для того, чтобы пояснить, вот немножко, как бы, это сложные такие вещи, но вот я, такие тоже, как бы, наработки у меня есть. Вот давайте представим себе такой вот ходячий характер. Это вообще кто? Это подросток. Подросток – это 16-17 лет. Вот как бы уже все, вот он сформирован, этот характер, и упакован, вот он виден. И подросток – это вот такой вот мощный, проявленный характер. И только. Постепенно начинает надстраиваться вот этот уровень, который над характером, уровень личности. Но подросток еще, в общем-то, не в полной мере личность. Потому что личность, я уже немножко об этом говорила, она определяется тем, ради чего я живу, ради чего я прихожу там на лекцию, ради чего я жертвую собой. Ради чего я должен свой характер преодолеть? Ради чего? Ради близких, ради любимых, ради собственного спасения, да? То есть, всегда есть ради чего. У личности, у характера этой категории нет. И поэтому очень трудно с подростками говорить, когда мы говорим, ну, неужели ты не понимаешь, что нам так трудно? Мы так стараемся, а вот ты это не видишь. То есть, мы как бы упираемся в эту стену подросткового возраста, мы упираемся вот в этот, грубо говоря, характер. И он действительно не видит, как нам трудно родителям, как мы бьемся, так сказать, об стену его каких-то там поисков, проблем. Потому что, строго говоря, в личностном плане, он еще очень-очень незрелый. И там, например, когда там родители говорят, неужели он не понимает, что если он не будет учиться, он не поступит в институт, а если он не подступит в институт, у него не будет хорошей работы, вообще вся его жизнь пойдет на осмарку. То есть, они рассуждают из позиции вот оттуда, а он еще вот тут. И вот оттуда, отсюда вот это не видно. Поэтому для него это пустые слова. Поэтому все, что, так сказать, работает на подростка, это вот надо спуститься вот сюда, к этому подростку, и отсюда с ним разговаривать. У меня был очень такой яркий случай, я всегда его привожу в пример, когда мы читаем с Борисом Сергеевичем лекцию для священников. Тарас стал где-то в два месяца. Последний был такой сильный день, буквально неделю-две назад, после которого я как раз и разболелась. Было 50 батюшек, 50 в одной аудитории. Это, конечно, был сильный такой опыт. И вот мы рассказывали о психологии, вот я рассказывала как раз тоже о характере, о личности и о всех этих проблемах. И часто рассказываю эту историю. Я работала с одним очень сложным мальчиком, молодым человеком, точнее, который очень грубо, вызывающе, отвратительно вел себя со собственной матерью. И так, в общем, психопатически вел себя. Ругань, требования, денег и так далее, и так далее. И я, когда стала с ним работать, я была далеко не первым психологом. Я, когда его слушала, и мы с ним разговаривали, я вдруг поняла, так сказать, почему психологи никак не могли с ним наладить контакт. Они говорили ему, ну подожди, ну это же твоя мама, да, ей же трудно. Она вообще вырастет в тебя одна. И она работает на трех работах. Это все было мимо. Я ему сказала, слушай, ну ты знаешь, какую-то эту дурацкую стратегию выбрал. Я бы тебе тогда тоже денег не дала, вот если бы ты со мной так себя вел, как с мамой. Я ее понимаю. И никто тебе денег не даст, если так будешь себя вести. А как надо? Я говорю, ну как надо, вежливо надо. Сказала бы им мягко, вежливо, она бы дала тебе денег. У него так ушки сразу зашевелись, ломок ушки. А как? Я говорю, ну вы, говорит, напишите мне смс, а я маме отправлю. Говорю, нет, извини. Ты давай пиши сам. Пришли мне, я тебя поправлю. Отправлю тебя назад, и маме пошлешь. И вот так и будем двигаться. А маме я сказала, ни в коем случае денег ему в ближайшую неделю не давать. Вот мы встретимся втроем, договоримся, и вот только тогда. И неделю мы с ним тренировались, как вежливо разговаривать с мамой, чтобы получить деньги. То есть я говорила с ним только на том уровне, который его реально волновал. А его волновал только один момент. Как получить деньги? Его совершенно не волновало все остальное. И я ему, так сказать, инструментально рассказала, как вежливо, обходительно, там как-то вкратчиво и так далее. Я говорю, ну давай, вот мы встречаемся с мамой втроем. Если вспылишь, если раскричишься, будешь ругаться, никаких денег не получишь, я тебе просто гарантирую. Не потому что мама какая-то ужасная или я, но просто так не бывает. А как мне сдерживаться? Меня, говорит, иногда заносится. Я говорю, я тебе буду вот так вот рукой вот по столу, если будешь начинать горячиться, вот так вот постукивать незаметно. А ты на руку поглядывай, и вот так будем с тобой удерживать твой темперамент и характер. И вот мы, так сказать, договорились там с мамой, определенной сумме с ним, так я подвела их к определенной адекватной сумме за неделю, в смысле за, да, в неделю. А он учился второй курс в институт. Пришли они, и я, так сказать, смотрю, он очень вежливо говорит, так все время поглядывает на мою руку. Поглядывает и говорит, поглядывает и говорит. Я ему так, молодец, прекрасно разговариваешь, идеально, вежливо. Мама дает ему сумму, о которой мы говорили. А день, неделя, среда, то есть середина недели. Мы говорили о том, что там три тысячи за неделю, вот, так сказать, она готова, и его не очень это устроило, но все-таки. И вот она дает ему три тысячи, но это среда на дворе. Он тысячу ей возвращает. И говорит, мам, ты мне в понедельник тысячу уже давала. Я беру только две. И вот это была личность. И это был не характер. Понимаете, вот это был малюсенький прирост, тяжелый, конечно, потом надо было его отвоевывать, как-то укреплять. Но вот это был вот тот крошечный прирост, где характер был преодолен, и включилась его личность. Человеческие какие-то вещи. И, ну, парень очень сложный, так сказать, там все как-то непросто. Но вот то, что уже много лет он держит, это он не кричит на мать, он ведет себя с ней, в общем, очень корректно. То есть вот этот навык был им обретен как бы фундаментально. Я специально на примере пыталась показать, вот где этот, понимаете, вот этот переход из характера в личностный уровень, когда человек поднимается над своим характером, над своим эго, над своими, так сказать, вот этими потребностями и привычками, стереотипами. И вот что происходит тогда? Личность в этом плане совершенно удивительная инстанция, невероятной силы. Есть такая у меня одна удивительная молодая женщина. У нее даже не психопатия, у нее серьезный диагноз психиатрический. И она так как бы освоила, поняла, осознала то, что с ней происходит. Это была огромная работа, кропотливая и моя, и удивительная, как моей коллеге психиатр, который ее ведет. Совершенно потрясающая такая девушка сама по себе. И, так сказать, долго нет возможности, сил, может быть, когда-нибудь мы опишем эту работу. Вот что мы, с чего мы стартовали, так сказать, когда мы пришли, да, вот был абсолютный человек, проваленный вот в эту свою психиатрическую реальность. Маниакально-депрессивный психоз, так сказать, то вниз, то вверх. Это невозможное, мучительное такое бытие, колебание. И тот, и другой край плохо переносим для человека. И что мы имеем сегодня? Человек, который ведет сайт для этих больных. Человек, который написал не одну прекрасную статью об этом, описывая, так сказать, то, что с ней происходит. Человек, который рискует писать книжку об этом. И она приходит как-то ко мне и говорит, вы знаете, у меня пока сейчас период мании, да, вот такое состояние возбужденности, уверенности в себе. Мне бы надо как бы набрать вот такой, как бы комплекс объективных факторов, успешных, удачных, вот моих каких-то достижений. Чтобы предъявить их себе же, когда я буду в депрессии. Потому что, когда я буду в депрессии, я буду уверена, что я никчемная, у меня абсолютно будет нулевая самооценка. А это будет некая объективность, которая меня поддержит. То есть, что человек делает из вот этой личностной структуры, да, с собой в таком вообще положении. Совершенно удивительная история. Причем, как ты сказала, она мне, когда ее видел, очень такой жесткий психиатр, она сказала, вы знаете, я потерял контакт со собой, со своим внутренним я. Я перестаю чувствовать себя. И я так не могу больше. Да, меня, конечно, так не мотает, то вверх, то вниз, но это не я. Лучше мне будет плохо, хуже, но я все-таки буду чувствовать самую себя. И она отказалась от препаратов. И вот мы нашли, так сказать, с ней другого психиатра, который вот как-то ее так очень нежно ведет. И она говорит, боже мой, какое счастье. Да, мне, конечно, тяжело, но это я, я существую. И эта личность делает в человеке. И, конечно, когда мы говорим о том, вот для чего вообще человеку верующему нужна психология, для чего человеку верующему нужно знать, какой у него характер. Так сказать, это нужно для того, чтобы мы в каком-то плане жили не в характере, а жили рядом с характером своим. Потому что характер мы не можем, ну, грубо говоря, поменять. Но мы можем над ним подняться. Мы как бы можем жить на уровне личностном, который перекрывает уровень характера. Это в каком-то плане вот этаж более высокий. Да, если хотите купол, крыша. Если человеку уподобить вообще зданию, и это на самом деле такая метафора очень красивая, емкая, не моя, то можно сказать, что есть у него подвалы. И вот, так сказать, Фрейд, которого уже, так сказать, как только мне не пинают в среде верующих людей, он отчасти немножко заслуженно, но все-таки выдающийся совершенно ученый, я бы сказала, гениальный. Потому что, конечно, удивительные вещи он открыл, показал. И Борис Сергеевич, когда вот мы тут выступали на Красной площади, конечно, было такое эпохальное событие, буквально два дня назад. Сюрелистическое какое-то ощущение. Красная площадь, позади Мавзолей, значит, перед нами ГУ, храм Василия Блаженного, исторический музей. И мы стоим в центре Красной площади, говорим о смысле жизни и о христианской психологии. Своя ощущение было просто какое-то сюрелистическое. И Борис Сергеевич напомнил эту прекрасную фразу Анны Ахматовой про Фрейда. «Экая мерзкая наблюдательность», сказала она о нем. Мерзкая наблюдательность. Это действительно прекрасная такая фраза. Вот он был мерзким наблюдателен. Но наблюдал-то он подвалы этого здания под названием «Человек». И сам об этом сказал, в разговоре с совершенно замечательным одним психологом, с Вангером, когда, так сказать, в ответ на мысли Бен Савангера о том, что вот, так сказать, мы поняли, что такой человек и так далее, Фрейд сказал, ничего подобного. Я занимаюсь подвалом человеческой, души человеческого здания, а из подвалов довольно трудно увидеть изящные балкончики второго этажа. То есть вот этот инстинктивный уровень, психофизиология, из которой, конечно, тоже вырастает какая-то психология. Ее нельзя взять и как бы просто сбросить со счетов. Представьте, в нашем прекрасном здании, устремленном к Богу, ориентированном на спасение, прорвало канализацию, понимаете, затопило этот подвал вообще, так сказать. И вообще, так сказать, что-то страшное с этим, вот этим этажом происходит, ниже первого. И что делать этому зданию, что будет с фундаментом, да, куда это все скособочится и поедет. Это реальность, да, это реальность, как бы, вот, человеческой психики. Дальше идут вот эти первые этажи, да, вторые, там, условно говоря, характер тот же самый. И это тоже пространство, где мы должны упорядочивать вот эту территорию. И как-то я помню эту прекрасную метафору. Но с одной девочкой мы работали с очень, очень тяжелой проблемой. Вот у нее как раз была мать такая истерическая психопатка. И дивная девочка, очень покалеченная, с тяжелым неврозом и такая, со сложным характером. И я отправила к одному удивительному священнику. И это было в начале работы. Мне очень хотелось, чтобы она как-то просто, вот, как бы, ну, вот, в нее вошел этот свет, да, вот, который дал ей этот батюшка удивительный. И она пришла и сказала, все, я все поняла. Все, мой мир, который был абсолютно, так сказать, вот темный, он ослепительно светлый. Вот я поняла, как должно быть, должно быть. Вот как у этого дивного батюшки. Все сияет внутри. Я говорю, давайте представим себе вот темную комнату, вот как была у вас когда-то. Мы входили туда, света нет, мы на ощупь. Значит, все это как-то пытаемся нащупать там. Пыль, свалка, что вообще есть, нужно это, не нужно. А вот теперь эта комната залита светом, совершенно сияет. Вы видите, что там в этой комнате? Вы видите пыль вообще или не пыль? Вы видите вообще, как нужные там вещи или не нужные? Вы как бы вообще там видите, что происходит в этой ослепительно освещенной комнате? Это ведь комната ваша. Она сказала, нет, не вижу. Давайте вот свет оставим, но как-то будем разбираться все-таки с этой территорией. Да, вот как-то теперь вот на свету лучше, чем в темноте. Но все-таки давайте похозяйничаем немножко в этом вашем пространстве. И только тогда вот мы можем подняться на уровень личности, когда нас эти нижние пласты, нижние уровни не сдерживают, не парализуют, не усасывают, не утягивают. Как? Мы должны просто их осознавать. И вот эти прекрасные книжки Гаврила Бунги, да, вот которые, так сказать, апеллируют к Ивагрию Понтийскому, которого с полным основанием можно назвать первым христианским психологом просто, да, не только отцом церкви. Он ведь удивительные, так сказать, вещи пишет о том, что нас как бы ухватывают эти темные силы за неосознаваемые пространства души. Вот то, где нету света разума. И в этом плане, на мой взгляд, я это вижу в опыте, характер, если мы его не понимаем, не владеем им, не поднимаемся над ним, это прекрасное пространство, за которое нас очень даже легко ухватить. И все перевернуть. Понимаете? И вот оттуда вырастают все эти деструктивные формы веры, религиозности, когда, понимаете, вот эта истерическая дама, внесенная на двери в храме, вдруг исцеляется. Что это чудо? Или это ее характер? Да, или, так сказать, и так далее. Этих примеров можно приводить много. То есть только на уровне личности, так сказать, действительно возникает эта здоровая, глубокая вера и религиозность, потому что на личностном уровне мы видим и слышим других людей. Мы в состоянии любить не для себя, а для другого, другого человека. Наша любовь перестает быть овладевающей, захватывающей, эгоцентрической, она начинает быть дающей, альтруистической, да, и такой, по-настоящему христианской. В каком-то плане характер неплохо, нехорошо. Это просто способ, которым пользуется личность. Этот способ, как бы, инструмент, который должен работать, работать хорошо. Очень простые такие приемы, как бы, ну, можно, так сказать, предложить. Причем они работают на самых разных уровнях, ну, как бы, типах характеров. Я это очень часто использую в работе со своими клиентами. Я им делаю вот этот тест специально, наглядно, чтобы они понимали, вот какой у них характер, чего там у них есть. И говорю, давайте вот тренироваться. Вы просто пробуйте, когда вот вы живете, немножко порефлексировать, порефлексировать, понаблюдать за собой. Сейчас что было? Вот вы сейчас, так сказать, бегали вокруг телефонной трубки, хотели позвонить 15 раз там своему опаздывающему там мужу или сыну. Это что было? Ваша тревожность? Или ваша любовь? А сейчас что было? Вот вы, так сказать, так ответили резко. Нагрубили, потом пожалели. А ты что? Была ваша ригидность, да? Вот эта вот эпирептоидная черта. Или ваша борьба за справедливость? Что это было? То есть, когда мы начинаем тренировать и рефлексировать эти черты характера, они перестают быть большими, они начинают быть маленькими. Более того, я даже даю такой, иногда, если клиентка или клиент такой творческий человек, такой эмоциональный, чувствительный, я говорю, принесите, пожалуйста, какие-нибудь фигурки или предметы, олицетворяющие эти черты характера. Прекрасно работает, потому что это помогает просто, ну вот как бы, понимаете, вот увидеть свою тревожность, там, свой, свою стероидность или что-то еще. Как бы и через такой предмет, куколку какую-то, фигурку, мы можем довольно много понять про себя. И как-то я попросила одну девушку принести свою, вот эту вспыльчивость такую, вот у нее такая, как бы, аффективность такая была, заряженность. Она принесла страшный предмет. Она принесла расколотую, обитую бутылку. Вот это вот основание, осколки. И я сказала, представьте, каково окружающим, когда вы вдруг начинаете, как бы, позволять себе вот такую вот реакцию. И мне не нужно было, так сказать, даже в чем-то ее убежать. Она просто сама видела, каково это, как это выглядит. Она сама это нашла. И мы с ней договорились, что она, вообще, так сказать, недельку подержит эту штуку дома, чтобы напоминать себе о том, вообще, как окружающим. А потом она ее выбросит, да, выкинет. Другая женщина совершенно прелестно сделала такое упражнение. Я сказала, она говорит, я, вы знаете, так хочу любить своих близких. Мне так трудно, вот, как бы, пробиться к этой любви. Я, говорит, вылываю такая ужасная. И я это всегда делаю из-под тяжка. И я говорю, давайте, принесите вот эту часть, да, вот характер, и вот эту часть характера. Она принесла потрясающую вещь. Она принесла жуткую бабу-ягу со страшной совершенно рожей. Просто, действительно, страшная какая-то кукла, где я вообще такую нашла. И дивную такую, маленькую, какой-то вообще такого ангела, распахнутыми руками. У нее тут эти птички сидят на руках лицом, в небо так повернуто. И я говорю, давайте, что делать-то будем? Где вот эта баба-яга, а где вот эта куколка? Она говорит, куколка в подземелье. Плачет, хочет всех любить, а не может. Потому что хозяйничает баба-яга. Я говорю, зачем вам эта баба-яга? Она говорит, вещь удивительная. Ну, надо же держать всех в ежовых рукавицах. Я говорю, то есть баба-яга вам нужна? Ну, да, говорит, нужна. Ну, давайте хоть как-то ее ограничим в свободе. Я, говорит, знаешь, что я с ней сделаю? Я ее посажу в коробку, вырежу маленькие окошки, положу ей туда кроватку и сказки, добрые сказки о любви. И вот так пускай перевоспитывается. Я говорю, давайте так, когда захотите, так сказать, гневаться и из потешка там вредничать, подойдите к коробке, загляните в окошко и договоритесь со своей бабой-ягой. И она мне потом написала, что, говорит, первая неделя вообще прошла, ну, ура, никаких баба-яга спала и читала сказки про любовь. Но, говорит, потом она начала там пытаться вырваться и, в общем, пошла какая-то динамическая работа, какая-то некая работа по овладеванию самой собой. Вот тем самым характером, тем самыми чертами характера, которые присущи. То есть средств множество, но суть заключается в том, что мы поднимались над этими уровнями, потому что там, в общем-то, как бы нет выхода, там двери нет в этом уровне. Там есть только оконца, в которые можно заглянуть. А двери, как бы распахнутая дверь в жизнь, в любовь, в дверь, ведущая к Богу, она, конечно, находится на уровне личности. И в этом плане, вот я просто закончу классификацией Бориса Сергеевича, о которой я начала вначале говорить, он дает очень простую, такую красивую классификацию. Первый уровень он называл эгоцентрический, то есть я и все остальное. Да, вот все остальное для меня. Второй уровень группоцентрический. Это мы и они. И мы видим, как это происходит в онтогенезе, как это можно накинуть на социальность, на культуру, понимаете, на государство, в котором мы живем. А потому что мы и они – это подростковый возраст, эгоцентрический – это детский возраст. И вот это мы и они, да, так сказать, вот подростковое пространство. И вот наше, в общем-то, немножко время вчерашнего дня, период советской власти, да, вот такой группоцентрический менталитет. Третий уровень – гуманистический. Это я и ты. Ты столь же ценен, столь же важен, как и я для меня. И вот эта способность видеть другого человека не как средство для себя, не как функцию. И четвертый и последний – это духовный уровень, когда человек живет в свете Бога, да, там уже Бог и я. И, соответственно, все остальные, да, так сказать, в свете Бога так же значимы, так же ценные, так же прекрасные и так же нужны Богу, да, как и я. Но Бог, так сказать, как бы он это все кополом накрывает. И мы видим, да, как бы вот этот вектор, как бы вот этот вектор личности, который движется, так сказать, снизу вверх, а вовсе не характер, который, по сути дела, является горизонтальной плоскостью. Да, и получается, вот, так сказать, этот вот уровень вертикали личностной, уровень горизонтали, наши, так сказать, способы реакции и прочее, прочее. Вот, я как бы постаралась, как могла рассказать о такой сложной теме. Я надеюсь, что у вас какие-то есть вопросы, и с радостью на них отвечу. Да, 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 конечно, давайте. Когда вы рассказывали, я заметила в себе несколько типов характеров. Вот как это понимать? Да, вы совершенно правы. Очень хороший вопрос. Никогда не бывает чистых характеров. Там всегда обычно идет такой некий наплыв двух-трех черт. Одна поярче, другая поглуше. И, как бы, когда мы берем описание, классификация, это, конечно, для ясности, да, для чистоты описания делается, уделяется определенный один тип. Но так не бывает, что вот у человека только есть стероидность повышенная, только шизоидность. Бывают как раз такие ситуации, как бы комплементарные черты, да, а одно свойство, одна черта, как бы комплементарно другой. И тогда не обязательно хорошая ситуация. Например, тревожный человек и, например, пессимистичный, да, это разные просто такие свойства характера. И тогда, как бы, это одно усиливает другое. То есть человек совершенно уходит такой со самоучения, учреждения, так сказать, неуверенность тяжелейшую и так далее. А бывают, наоборот, более-менее комплементарные, так сказать, ведущие человека, наоборот, вот в некоторую положительную сторону. А бывает внутри характера конфликт. Ну, например, бывает такой редкий вариант, когда в одном человеке шизоидность и стероидность. Это тяжелый случай, скажу. Я вам, потому что человек разрывает изнутри. Он не понимает, в чем дело. Он думает, что у него какая-то вот такая жизнь, ему не повезло, у него какая-то жуткая ситуация, среда и так далее. А на самом деле все внутри. И когда он начинает понимать, что вот у него, так сказать, два абсолютно взаимоисключающих свойства характера, он может с этим что-то делать. Как мне сказала одна моя такая очень талантливая клиентка, у нее как раз была такая шизоидность в характере немножко повышенная, тревожность, вот это такая неуверенность, а такое как бы беспокойство внутреннее. И ригидность, такая перептойность, настырность. Она говорит, вы знаете, я прям как на пианино на этом тире играю, когда мне нужно кому-то помочь, вот как-то по душам поговорить, я включаю свою тревожность. Мне надо к начальнику пойти, там отставить какую-то проблему. Я включаю свою ригидность, иду таким бульдозером туда. А когда мне нужно дойти до какой-то сути, решить сложную задачку, так сказать, по бизнесу, я прошу свою шизоидность, помочь мне там как-то все обобщить, придумать и так далее. А, конечно, это некое прощение, но все-таки она улавливает в себе определенные вот эти некие интенции, да, она научается их распознавать. И это не такой уж высший пилотаж. Если это тренировать, понимаете, это все абсолютно досягаемо для любого человека. Я абсолютно точно так же работала со своей тревогой, которая, как вы догадались, после истории про катастрофу, была у меня довольно немаленькой. И я, в общем, была очень тревожной. И моя тревожность была такой огромной, огромной такой пугалкой, которая, так сказать, все время что-то шептала мне ужасное. И я все время с ней была в диалоге. Я ее слушала. Я считала, что да, вот этот голос, это то, что есть на самом деле. Да, когда я поняла, что с этим надо работать совершенно по-другому, я сказала ей так, спокойно. Это ты, моя тревожность. Сейчас ты мне расскажешь, как все пропало, как все закончено, и все, в общем, не исправить. Поэтому ты пока вот угомонись. Я пока подумаю другими своими чертами характера. Они тоже существуют. Поэтому вот давай. И это гигантская пугалка, превратилась в очень маленькую, такой вот маленького беленького мопсика, который там где-то периодически подтявкивает снизу. Говорит, я тебя предупреждала. Я говорю, я вижу. И так мы с ней, в общем, довольно мило сосуществуем. Ни в коем случае не боритесь со своим характером. Есть такая парадоксальная закономерность, совершенно железная. Все, с чем мы боремся, нами овладевает. Ни в коем случае не боритесь с этими вещами. Пытайтесь с ними дружить. Договаривайтесь. Понимайте. Смотрите на них, на эти свои черты, как бы со стороны. И стройте с ними диалог. Потому что таким образом вы делаете очень важную вещь. Вы опосредствуетесь. То есть вы выходите из эпицентра тревоги, из эпицентра всех других черт и смотрите на это как бы не как некую такую вот пьесу. Еще какие-то вопросы? У меня такой вопрос про ММПИ. Вот вы сказали, вы его проводите, а можно вы самостоятельно проводите? Можно, конечно. Он сейчас есть в интернете, вы можете посмотреть. Другой вопрос, что его нужно, конечно, грамотно интерпретировать, то есть грамотно прочесть. И, в принципе, любой толковый психолог, имеющий хорошее базовое образование, это очень важно, потому что сейчас какие-то странные такие тенденции, я наблюдаю. В психологию приходят люди без вот такого хорошего, нормального базового образования, как мы вот просто вот впрыгнули в психологию и вроде как-то они так соображают хорошо, что-то там какие-то небольшие курсы прошли. И этого, конечно, недостаточно, чтобы все-таки всерьез мочь разбираться с этими сложными вопросами. Но любой профессиональный психолог обязательно прошел курс экспериментальной психологии, обязательно занимался, так сказать, как раз разными тестами, обязательно проходил, так сказать, такой же тест, например, как ММПИ, и сможет его вам прочитать и довольно внятно объяснить, что там будет, потому что вы получите некую такую кривую и, может быть, достаточно такой стандартизованный интернет-вывод. Я не очень доверяюсь таким вещам, лучше, как все хорошее, все делается вручную, поэтому вы можете сделать этот, так сказать, график, но попросите специалиста вам его прочитать. Да, еще вопрос. У меня вопрос. Характер формирует, ну, это как данность или это результат какой-то детской травмы? Например, вот говорят, что, да, шизоид стал шизоидом, потому что, например, в детстве разделили, да, ребенка с мамой, положили в больницу, и вот формируется этот шизоидный тип. Вот, это как бы излечимо, грубо говоря, или с этим просто нужно как бы принять как данность, что вот, например, шизоид, да, и знать свои там плюсы-минусы. Или это все-таки травма, которую можно немножко, ну, как, залечить. Да, спасибо большое. Ну, понимаете, я бы не стала говорить про характер, как про что-то, что нужно излечить. Потому что характер, ну, понимаете, человек без характера. Это как? Ну, вообще нет характера у человека. Что это вообще такое? Можно сказать, у человека хороший характер, да, то есть легкий. Как бы, по сути дела, когда мы говорим так, мы подразумеваем человека, который живет над характером все-таки. Который не внутри характера существует. Характер, как я уже сказала, формируется из совокупности влияний. Это всегда есть генетическая предрасположенность, обязательно влияние среды. И, по сути дела, ну, если как бы очень грубо включить в понятие среды и стиль поведения родителей, и школу, и детский сад, и травмы, и прочее, то, по большому счету, это вот соединение врожденного и средового. Конечно, любая травма повлияет на характер. Любая, так сказать, отягощенная деструктивная среда повлияет на характер. И тут бы я заострила внимание на, так сказать, вот этот подвопрос ваш. Мы не можем, как вы сказали, излечить характер. Мы можем, я бы сказала так, смикшировать, снизить гипертрофированно повышенные черты. То есть уровень проявлений может быть снижен, как бы приближен к адекватному, но изменить конфигурацию нам не удастся. То есть он сформирован в подростковом возрасте, вот он такой и будет. Ну, по аналогии, понимаете, с ростом, там вот неким условным, да, там, не то чтобы весом, но вот склонностью к полноте, к худобе, так сказать, вот фактурой волос. То есть, ну, строго говоря, вот есть и есть. И в этом плане характер сформирован к подростковому возрасту. И вот он такой будет. Но вот опять же, мы можем как-то его превратить в хороший. Я не могу не вспомнить еще прекрасную такую рабочую классификацию Бориса Сергеевича, братусья. Он очень такую простую дал классификацию. Хороший человек с хорошим характером, плохой человек с плохим характером, хороший человек с плохим характером и плохой человек с хорошим характером. Вот очень просто и ясно. Да. Конечно. Первое, если с эстероидами, то как с ними вообще общаются, какими-то собственными запасами и как-то, как вы скажете, какие-то характеристики? И второй вопрос. Вот для святости и монашества, какие типы характера или темперамента характерны? Спасибо. Спасибо большое. Да, с эстероидным. Но я думаю, что вы, конечно, имеете в виду все-таки не просто характер, а уже такие в сторону к психопатическим таким, как сейчас говорят красиво, акцентуан, акцентуированным чертам, то есть к гипертрофированным чертам. Приближаемся, если, то, конечно, действительно нужны средства с самой, как бы, под помощью и какой-то некой собственной безопасности, потому что такой акцентуированный характер эстероидный, он хочет завладеть. Причем не завладеть однократно, а завладевать бесконечно. Так называемая ненасыщаемая потребность. Вот мало, мало, мало внимания. Постоянно мало внимания. Как-то я консультировала одного мужчину, он пришел к потрясающим запросам. Он сказал, вы знаете, я не могу звонить своей маме больше, а просто меня трясет. Потому что каждый вечер, как на, просто вот на, не знаю, на оголенный провод. Вот я звоню, каждый вечер я огребаю вот по полной претензии, недовольства. Если я не позвоню, на следующий вечер я еще получу двойную дозу. И так плохо, и сяк плохо. И вот что делать? Просто, говорит, меня трясет. Я не могу, причем это моя мать, у меня жуткое чувство вины. Как же так? Я же не могу, так сказать, ей не звонить. Ну, так сказать, я не буду подробно в это погружаться, но суть сводится к тому, что она сделала его ответственным за свое настроение. Понимаете? Речь шла не о том, чтобы он там решил ее какие-то реальные насущные проблемы, купил там ей еды, лекарства, отвез к врачу. Нет. Как бы настроение, состояние, понимаете? Он везет ее к врачу. Она недовольна, потому что что-то еще не сделано. И еще, и еще. Так сказать, это он делает. А она новой придумывает какие-то претензии. И страдает по этому поводу. И говорит, это, ну, как бы вот, ты неблагодарный. Ты не, ну, не хороший сын. Ты невнимательный. Он мне подарил просто однажды первым один. Он сказал, как-то я, говорит, мы уже начали работать. Сказала, вы знаете, вы не ответственны за ее настроение. Потому что за ее настроение вообще никто не ответственен, кто не, кроме нее самой. Вы ответственны за, ну, заботу, заботу о родителе, да, за здоровье, там, за то, что у нее холодильник, так сказать, был не пустой и так далее. Вы как сын, как ее, действительно, опоры, вы ответственны за реальные вещи. А в этом плане кого? Вот почитайте вот эти книжки, которые я вам рекомендовала, говорю я ему. Он приходит с такими глазами и говорит, да, вот это точно про нее. Показывая Ганнушкина описание истерического характера. Ну, вы поняли, что это такой манипулятивный характер. И, в общем, это тяжелая ситуация для вас, потому что вы будете всегда виноваты и всегда не тот, что бы вы ни делали. Поэтому просто, ну, как бы оставьте эти попытки быть идеальным сыном, встаньте, каким есть. Ну, вот не идеальным. Я говорю, ну, давайте вот, как вот поступим? Говорит, ну, нормально, раз в два дня я могу, я выдерживаю позвонить. Отлично. Там дальше мы отработали некую схему, некой такой нормальной детской, взрослой, вернее, заботы, сына о матери. И он мне рассказывает, день его рождения, половина одиннадцатого вечера, она, конечно же, не звонит ему, его день рождения. Он половина одиннадцатого набирает ее номер. Первое, что она говорит, «Наконец-то! Уже вся Москва меня поздравила, а ты, как всегда, последний». Классика жанра, понимаете? Да, да, ну, она же, она же мучилась, понимаете, рожая его пятьдесят три года назад. Пятьдесят три года назад. Это, это такой вот, понимаете, очень хитрый формат отношений, где мы должны понимать, за что мы ответственны. Потому что есть такое понятие, как невротическое чувство вины. Это прекрасно описано у Карен Хорни. И вот такие характеры, вот такие истерические, они блистательно работают на этом чувстве вины, как на инструменте, как на скрипке играют, понимаете? Они мгновенно обижаются, молчат выразительно, вздыхают трагически, разводят руками и все. Вы проваливаетесь в чувстве вины сразу, мгновенно. И это невротическое чувство вины. Оно не имеет никакого отношения к тому настоящему человеческому личностному чувству вины, когда ты действительно что-то сделал не так, ты действительно испытываешь вину и хочешь извиниться и так далее. Потому что на самом деле за этим чувством вины лежит детский страх нелюбви, детский страх покинутости, потому что такие матери, они так воспитывают своих детей, обижаясь и отвергая их эмоционально. И как бы ребенок проваливается в ужас одиночества эмоциональной пустоты, брошенности. А ему говорят, ну что, ты осознал свою вину? Он говорит, да, я осознал свою вину, но это не про вину, это про страх одиночества. И происходит вот эта подмена. И дальше она работает хоть 52 года, хоть 62 года, как число, и пока мы не осознаем подлинных механизмов, которые лежат за этим. И говорим, нет, извините, ребята, это не чувство вины, это мой страх оказаться брошенным, одиноким. И с этим можно совершенно по-другому работать. Это по поводу вот первого вопроса, он действительно очень важный. И, к сожалению, нам нередко приходится с таким характером иметь дело. Что касается действительно людей, достигших какого-то вот такого духовного уровня высоты, вот того духовного уровня, о котором говорил Борис Сергеевич Братусь, то там, может быть, абсолютно любой характер, но он абсолютно ничего уже не определяет. То есть он там где-то колышется у ног, понимаете? И такой идет уровень личностной работы, уже духовной, какой-то, так сказать, духовного пространства, который перекрывает совершенно невероятный этот характер. И мы с вами прекрасно знаем, что есть, ну, такие наши прекрасные батюшки, и мы все знаем их чудный характер, и нам абсолютно все равно. Это никак нас не задевает, потому что мы их бесконечно любим. Мы как бы к ним, как к источнику прибегаем, понимаете? И, конечно, не к их характеру мы приходим. Мы приходим к их душам, к их личностям, к их духовным мирам внутри них, так сказать, сияющим. А характер, он уже просто, ну, как какой-то почти скорлупка такая, понимаете, которые ни на что не влияют. Поэтому он может быть по большому счету любым, но он давным-давно преодолен. И на самом деле есть такая очень сильная книжка «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса. И он очень точно пишет о том, что где, так сказать, вот когда он описывает опыт святых, да, и вообще, так сказать, как бы можно было бы понять место характера в этих людях. Он очень интересные такие дают описания, показывает, что действительно, по сути дела, этот уровень уже совершенно не работает. И более того, он пишет о том, что часто люди, достигающие духовных высот, имели сложный характер. И такой иногда пограничный, гиперчувствительный, такой, понимаете, как бы нестандартный. И это давало им невероятное восприятие, восприимчивость, обостренное какую-то остроту переживания. И вот эта некая такая сила позволяла им прорываться в какие-то духовные такие высоты. И в этом плане вот эта, так сказать, такая пограничность иногда характера, она вполне может сопровождать людей, так сказать, такой духовной одаренностью. Но я просто не хочу в это погружаться. Это такая тонкая, сложная тема. И вы очень много чего подчеркнете, если посмотрите эту работу многообразия религиозного опыта Уильяма Джеймса. Еще какие-то вопросы? Какая тема? Живут трепещущие. И вопросов много. Можно вопрос? Да, 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 конечно. Человек не существует вне общества. То есть невозможно. Человек существует общественно. Скажите, пожалуйста, вот каким образом общество формирует характер? Да? Формирует. Ну, через различными способами и так далее. Вот какова роль здесь? Большое спасибо. Огромная тема. Вы знаете, я как раз вот так понимала, что если мы эту тему затронем, то, возможно, вот лето пройдет, и мы сделаем некий такой, продолжим этот цикл и возьмем, кстати, отдельные темы, потому что тема социального характера, влияние общества на человека, оно колоссальное. И в этом плане много очень исследований и работы этому посвящено. Но в частности Эрих Фром, который просто в, например, своей книжке «Быть или иметь» показал, что такое социальный характер и как он формируется под влиянием как раз общества. И выделил несколько типов характера, в частности, рыночный характер, который формируется, ну вот, так сказать, уже какие-то последние десятилетия, когда человек превращается в функцию, в средство, и мир для него такой является некой потребительской средой, да, и общество при потреблении ввел, ведь это понятие Эрих Фрома. И что мы, в общем-то, имеем сегодня, да, и вчера, строго говоря, имели, падение, влияние общества, так сказать, ну как бы, опрокидывание человека на нижележащие уровни по отношению к тем, куда бы он мог подняться. По сути дела, общество опрокидывает его в рыночный характер, в эгоцентризм, в группоцентризм. например, вот подход к братусям мне объяснил когда-то феномен, который я вообще не могла никак для себя объяснить, когда были 90-е годы, и открылись ворота возможности, свободы, пришли знания, книги, и что произошло? Что вообще произошло с обществом? Почему мы не взлетели вверх? Мы упали вниз. Мы жили на группоцентрическом уровне, и его как бы удерживало общество, идеология, и вместо того, чтобы подняться на гуманистический уровень, мы хлопнулись на эгоцентрический уровень. Человеку волк, да, я и все остальное. Вот-вот как влияет понимаете, мета процесса на индивидуальность. И в этом плане, когда мы говорим о работе личности, то это способность противостоять тенденциям, которые опрокидывают нас вниз и играют на характере. как бы эти социальные так сказать разные процессы апеллируют к характеру, не к личности. И они предлагают характеру, соблазняют характер, используют характер и так далее, и так далее. И все, что в нас противостоит этим тенденциям, это, конечно, наша личность, потому что она всегда в противоток. И мы примеров этих множество в те же советские времена кто шел в противоток личности, потому что единица измерения личности это поступок. Да, и вот люди говорили, ну да, я подписал, но я же не мог иначе, все же подписывали. А другие говорили, как же, я не мог подписать, я же не мог иначе. И это я не подписал, я же не мог иначе, независимо от того, что делали все остальные. И это, конечно, личность. И это, конечно, вот этот акт его поступка, который про то, что помогает двигаться против течения. То есть, это как бы противоестественный ток в нас. Против инстинктов, против характера, не в смысле войны, так сказать, борьбы, да, как бы позволяющей нам выйти в некую вертикаль. Поэтому, конечно, сейчас, так сказать, тенденции очень такие печальные, я бы сказала. И в этом плане работа на личность, любая, она, конечно, позволяет действительно усилить в нас то, что позволяет нам удержаться вот в человеческом облике. Да. Я читала Ваши книгу о детстве, но там Вы описываете внутреннего ребенка. Я хотела спросить, вот, как бы характер, это некая длинная история семьи, там, допустим, и генетическая, там, и вот, как бы, социальная, да, и вот этот внутренний ребенок, он связан с характером, поиск его, вот, любовь к нему, это поиск, осознание, попытка осознать меня свой характер? Или это как бы не совсем, нет, это, конечно, не совсем, и это не про личность, ну, так сказать, строго говоря, если мы исходим из такого психологического понятия личности, все-таки, как не богословского, не психологического, как инструмента вертикального такого подъема человека. Внутренний ребенок, по сути дела, точнее, работа с внутренним ребенком нужна для того, чтобы преодолеть те инфантильные тенденции, по тем или иным причинам, тормозящие наше развитие, вот, если говорить, как бы, очень общо, сейчас я попробую это как-то развернуть. Ну, вот, давайте возьмем какой-то простой, так сказать, случай, сложное детство, да, ну, какое-то, по каким-то причинам сложное, травмы, и боль, которая вытеснена, она внутри, под уровнем психики, да, она как бы не осознается, потому что с болью жить трудно ребенку. И вот то, что я там описываю, в этой книжке, да, происходит некое расщепление, на сознательном уровне, вроде все нормально, а глубинно, подсознательно все болит и кровоточит. Значит, что делает психика? Она блокирует, защищается, и как бы живет на поверхности, да, вот это вот некое такое вот состояние головастиков таких. А в результате все пространство переживаний, чувств и негативных, и невротических, и вытесненных, и глубинных, экзистенциальных, оно там, вот внутри, внизу. И вот между этим и этим стоит в каком-то плане огромный ребенок с огромным ключом или с засовом у этой двери. Он не дает вот этой связи, так сказать, восстановиться. И когда мы начинаем работать с внутренним ребенком, мы как бы легализуем боль, мы легализуем страх, мы как бы до сознания доводим то, что вытеснено внутри. И таким образом вот эти пространства начинают взаимодействовать. и ребенок в каком-то плане, это некая живая просто память детства. Когда мы говорим все-таки о характере, мы подразумеваем 16 лет, да, вот пространство подросткового возраста, когда уже, в общем, сформирован характер. Когда мы говорим о внутреннем ребенке, это может быть 5 лет, это может быть 8 лет, так сказать. У каждого свой возраст внутреннего ребенка. А может быть и 15, вполне возможно. но просто это вот некая внутренняя память, как бы, да, глубинная память, вот, которая, так сказать, застряла вот в этом возрасте, да, и этот возраст олицетворяет вот, вот все то, что мы называем детской травмой, детской болью. И когда мы это все начинаем осознавать, привлекать, как бы, к работе, да, с этим взаимодействовать, с помощью терапевта, конечно, обязательно, потому что одному очень трудно это делать, то тогда выясняется, что все не так страшно, не так ужасно, и вообще вполне переносимо. Таким образом мы устанавливаем эту глубинную связь между сознательным и бессознательным. И второй момент, который мы получаем через эту работу, я уже сказала эту фразу, все, с чем мы боремся, нами овладевает. Если представить себе это детство, как травмированное что-то в нас, что мы вытеснили, держим все время под замком, оно все время пытается вырваться, да, Фрейд описал этот механизм, как бы попытки добиться, так сказать, до сознания, попытки быть осознанным изнутри. То есть этот ребенок, условно говоря, пытается прорваться, а мы ему не даем. говорим, все нормально, все под контролем, вот все, так сказать, видите, все хорошо. И он там раздувается, он становится большим, значительно большим, чем должен быть. Он влияет на огромное количество наших действий, поступков и так далее. И мы получаем общество инфантильных людей, общество людей, которые доигрывают свои детские комплексы, игры, проблемы, компенсируют какие-то детские, так сказать, нереализованные мечты и так далее. Чаще всего, конечно, совершенно неосознанно. Поэтому, работая с внутренним ребенком, мы, по сути дела, обеспечиваем пространство взросления, освоения своего детства и как бы закрывания туда двери. Это огромная тема, мы можем просто взять, посвятить ей целую встречу, но вот на уровне ответа на ваш вопрос, просто я думаю, это же достаточно, иначе очень много времени на это уйдет. Спасибо. Конечно. Ну давайте пару вопросов. Здравствуйте. А скажите, можно ли сказать, что человек, который поступает в соответствии со своим характером, то есть он прежде всего поступает, так сказать, совершает действия на основе захлестывающих его эмоций, а не логического мышления, не логически выверенных каких-то вот, ну, логического анализа ситуации. и можно ли, если это действительно так сказать, что это вот у человека тогда просто наблюдается в какой-то определенной степени кризис мышления? Дефицит? Кризис мышления. Вы знаете, не совсем. Вот если мы возьмем условно какой-нибудь там ну, такого анонкастический тип характера, такой вот сверхконтрольный, такой педантичный, он все очень хорошо вам объяснит ментально, прекрасно все разложит по полочкам или шизоидный тип, который ну, просто так упакует, понимаете, в такую концепцию все, что происходит, что комар нос не подточит, понимаете, то есть там мышление работает блестяще, только, понимаете, вопрос такой зачем? Вот если ставится вопрос зачем, то тогда мы говорим о выходе к личности над характером подъема, подъема. Если этого вопроса нет, и человек вот очень все четко логично, разумно, прекрасно, системно, причинно-следственно выстроит, без вопроса зачем, то это характер. То есть это не кризис мышления, это отсутствие вот этих как бы мета-уровней. И в каком-то плане вот такой логик, Юнг, так сказать, у него тоже прекрасная своя классификация, там рациональные типы, иррациональные, например, характер, который называется логик, пока пожалуйста, это тип характера. И там этого вопроса зачем нету, да, и вот такие очень логичные люди, которые объяснят любую подлость прекрасно, и любое предательство прекрасно объяснят, и мотивируют, так сказать, оправдают, и все будет очень понятно, но там нет выхода на уровень личности, поэтому мышление мышлению рознь, когда мышление используется для чего-то, как бы оно направлено куда-то выше самого себя, тогда это правильное мышление, хорошее такое, как бы личностно ориентированное мышление, а если мышление только такое вот на уровне характера, оно будет прекрасно все оправдывать и очень хорошо объяснять. Спасибо. Давайте еще один вопрос. — Пожалуйста, пожалуйста, для вашей работы именно на нужную личность, именно созданную личность, это получается когда для того, чтобы преобнести эту личность на характер, надо прийти все-таки к Богу, к Господу и помогать. — Безусловно, понимаете, личность такое пространство в нас, которое определяется ценностями и смыслами, то есть то, куда мы устремлены, то, ради чего мы живем, вот эти такие, в общем, вертикальные духовные вопросы. И не случайно Франкл, великий наш прекрасный Виктор Франкл, считал, что вообще человек становится человеком только на уровне духовном, потому что физиологически и психологически есть и у животных. Я сегодня смотрела на кошку и говорила, слушай, у тебя есть характер? И понимала, что у нее есть характер, потому что она такая вот интеллигентная кошка, понимаете, вот деликатно себя ведет, вот как-то, как-то отступает, вот у нее характер есть, но она не человек. И в этом плане, конечно, понимаете, мы как бы движимы Богом, но мы должны идти сами тоже, потому что если мы всю ответственность за нашу, так сказать, наш путь, наше спасение делегируем Богу, это как раз такой инфантильный очень детский способ я бы сказала безответственный, потому что это такой процесс одновременный, мы движемся снизу вверх, а при этом мы как бы Бог нас держит сверху вниз, да, так сказать, помогая, поднимая, вдохновляя, но в этом плане, конечно, наша огромная личностная ответственность одновременно, по сути дела, подниматься над характером, одновременно искать опоры ценностные, смысловые, опоры личностные, понимаете, человек, он же не, его же невозможно развалить на кусочки, на дискретные какие-то островки, искать, давайте, вот сначала это, а вот потом вот это, а потом вот это, это все происходит каким-то удивительным, таинственным образом одновременно, и в этом плане, конечно, для этого нужна вот эта некая бесстрашная такое всматривание в себя и понимание, что человек непрост, и попытка его примитивизировать, упростить, и сказать, что, знаете, вот не заморачивайтесь, вот идите, так сказать, так вот смело вперед и будет вам счастье, и все будет правильно, это, это так нельзя, понимаете, человек невероятно сложное существо, и в нем столько, как бы, каких-то уровней, планов, как бы это здание, да, не случайно древние называли человека микрокосмом, это же, это же не шутка, понимаете, сейчас вот эта некая тенденция, очень отрадная в психологии отдельных исследователей, которые говорят, давайте все-таки поймем, что человек сверхсложная система, и как любая сверхсложная система, он, как бы, проживает многие вещи одновременно, просто, конечно, наше сознание, как некий инструмент, помогает нам выхватить фокус, как бы, да, так сказать, перевести с одного на другой, но процессы идут всюду, но мы, чем более компетентны, чем более образованы, чем более осмысленны, чем более, так сказать, как бы, тренированы, тем лучше мы можем за этим пространством как бы следить, да, и действительно за него нести некую внутреннюю ответственность. Спасибо вам всем огромное за ваше присутствие и спасибо.